Мбаппе и компания Сегодня скажем им «Аревуа». Тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем с Испанией ответил таким же критикам французской сборной, как и я. Дешам заявил «Если вам скучно, посмотрите что-то другое». Ох уж эта французская надменность. Германия вылетела с домашнего турнира. В четвертьфинале проиграли Испании. Этот матч стал последним танцем Тони Кросса. Он официально завершил карьеру. В родном городе Тони, в Грайвсфальде, фанаты так поблагодарили земляка. Эффектно. Свой последний танец на Евро станцевал и Криштиану Роналду. Но карьеру он пока не завершает. Говорят, Криштиану не собирается заканчивать, пока не сыграет с сыном официальный матч. Роналду младшему сейчас 14 лет. Он выступает за молодежку Альнасра. Возможно, года через два сын заставит Криша все-таки заняться домашними делами. Кстати, такую штуку хочет сделать и баскетбольная звезда Леброн Джеймс. Он с сыном Брони уже одноклубники и в этом сезоне сотворят историю. А Криштиану надо подождать, пока сын подрастет. Уэфа может пересмотреть назначение арбитера Феликса Свайера на матч Англии-Нидерланды. В 2006-м его отстранили от футбола на полгода за получение взятки в 300 евро. А в 2021-м он попал в скандал с Биллингемом. Джуд усомнился в его честности. Кажется, если Свайера оставят, Биллингем без карточки с поля не уйдет. Совсем скоро мы узнаем первого финалиста евро. Это будет Испания или Франция. Честно, я всем сердцем за испанцев. А у меня на этом все. Смотрите футбол и болейте футболом.